Согласно документам Нюрнбергского процесса, на принудительные работы из Советского Союза в Германию нацисты угнали почти 5 миллионов советских граждан. А по архивным данным Рейха, этих лиц было порядка 3,3 миллиона, из которых более половины – женщины. Их использовали на производстве, в сельском хозяйстве или в качестве домашней прислуги. По статистическим данным Рейха, производительность астербайтера мужчины была выше немецкого на 60-80%, а у женщин доходило и до 100%. После провала Блицкрига и окончательного переворота экономики на военные рельсы, Германия ощутила дефицит рабочих рук. Весной 1942 года с территории Советского Союза началась массовая отправка молодежи. И поначалу из-за широкой агитационной кампании часть людей ехали на работу добровольно. Однако поток «остовцев», как их называли в Германии, быстро остановился. Окупационная власть при помощи местных коллаборационистов устраивала облавы и выпускала для сел и городов специальные квоты. Предпочтение отдавалось молодежи возрастом от 16 до 18 лет. При этом парней и девушек старались набирать поровну. С началом 1943 года немцы стали менее разборчивы и угоняли просто всех пригодных к работе людей. Например, в Белоруссии нацисты угоняли астербайтеров целыми селами. Для принудительного труда на территории Рейха использовались французы, скандинавы, чехи и жители прочих оккупированных вермахтом территорий. Однако граждане Советского Союза были в наихудшем положении. Мужчин и женщин перевозили в товарных вагонах и естественные нужды приходилось справлять в отверстие, заранее вырубленное в полу. Остовцы пребывали на распределительные пункты, которые одновременно были и биржами труда. Здесь, как на рынках рабов в древности, девушек осматривали, проверяя отсутствие физических недостатков. После этого несчастным присваивали порядковый номер и фотографировали. По воспоминаниям очевидцев, процесс напоминал отбор скота на деревенской ярмарке. Если мужчин из Советского Союза чаще всего отправляли в шахты и на заводы, то девушки помимо производства могли попасть помощницами на фирмы или прислугами в богатый бюргерский дом. Физически сильных и образованных астербайтерок отправляли на заводы, где они жили в обнесенных колючей проволокой бараках. Вместе с ними работали и военнопленные, а за порядком следили старосты. Чаще всего женщины, как и мужчины, трудились по 12 часов в 6 дней в неделю. В ноябре 1941 года Геринг издал директиву о том, что труд восточных работников должен оплачиваться. Однако на деле советские женщины практически не получали денег. Их труд стоил в 3, а местами и в 5 раз дешевле немецкого. При этом работодатель вычитал плату за питание, проживание и проезд к месту работы. Астербайтеры были ограничены в своем передвижении и нередко подвергались побоям. Девушкам запрещалось иметь всякие контакты с немцами, а несанкционированное оставление рабочего места или попытка бегства карались смертью. Жизнь девушек, попавших в сельские усадьбы, складывалась в зависимости от характера хозяев. Часть немцев старалась облегчить положение астербайтеров, а были и те, кто относился к девушкам как к рабочему скоту. Их кормили отбросами, одевали в лохмотья и селили в сараях. До 1944 года астовцам разрешалось получать из дома посылки, а вести переписку с родственниками можно было до ноября 1942 года. Позднее они могли писать только на поздравительных открытках. При этом писать что-то плохое о жизни в Рейхе запрещалось. Однако астербайтеры использовали иносказательные формы. Например, украинцы писали, что в Германии живут сытно, как дома в 1933 году, когда был голод. Однако изучение писем показывает, что условия жизни и работы советских девушек отличались. В архивах хранятся письма, в которых девушки пишут, что получают хорошие зарплаты и даже поправляются. Часто они даже высылали родственникам деньги.